Чем живут амурские города и районы? О каких проблемах и достижениях пишут в социальных сетях и чем гордятся? В программе «Область говорит». В студии Влада Сдедонис. Здравствуйте. В Благовещенском районе построят многоквартирные дома для переселения амурчан из аварийного жилья. Возводить новые здания будут в селах Волково и Чигири. Новыми квадратными метрами обеспечат более 20 семей. Строительство многоквартирных домов будет реализовано в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области за период с 2019 по 2025 годы. К возведению нового жилья строители уже приступили. Кстати, по этой же программе и в эти же сроки планируют построить дома в Сковородинском и Серышевском районах. Там на новые квартиры претендует более 100 семей. В Амурской области программа переселения реализуется активно. Так, в 2020 и 2021 году в новое благоустроенное жилье переехали почти 700 человек. В Сковородинском районе продолжается строительство нового Керакского тоннеля, расположенного на перегоне ульручьи Кавали. На Транссибе уже есть действующий железнодорожный проход, построенный 112 лет назад. Однако он не соответствует современным требованиям. Новое подземное сооружение позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке. Подробности далее. Этот тоннель станет самым длинным на Забайкальской железной дороге. Новый путь расположен в 25 метрах от действующего прохода. После завершения строительных работ он будет использоваться как эвакуационное и дренажное сооружение. Проходку тоннеля на данный момент мы ведем с двух порталов, с насущного и западного портала. Проходку ведем в разрывный способ. Проходим по 2 метра с каждой стороны ежесуточно. На данный момент пройдено 505 метров. Общая длина тоннеля составляет 926 метров. Сбойку по тоннелю планируем совершить на 24 июня этого года. Строительство тоннеля происходит вахтовым методом. Месяц через месяц работа идет. На данный момент задействовано порядка 410 человек на тоннеле и 60 единиц техники. Для рабочих созданы общежития, построены теплые. Действующий Керакский тоннель за более чем вековую службу перестал отвечать современным требованиям. Новый позволит снять ограничения по пропуску поездов и обеспечит надежность движения по главной железнодорожной артерии Дальнего Востока. Этот тоннель, он будет полноценный тоннель с подведением железнодорожных путей, линии электропередач, имеется в виду контактной сети. То есть полностью рабочая ветка. А старый тоннель, его введут в консервацию. Он рабочий, но, понятное дело, он еще очень давних лет постройки. Поэтому он вызывает опасения. И сейчас, конечно, не то что опасения, но надо иметь определенный резерв. И это будет основной тоннель двухпутный. И, скажем так, таких тоннелей вообще немного в принципе по стране, потому что обычно тоннели однопутные. В этом отчасти его уникальность. Действующий Керакский тоннель считался самым протяженным из четырех на Забайкальской железной дороге. Его длина 910 метров. Новый будет шире и выше. Поезда смогут ходить в обе стороны одновременно. Завершить строительство нового тоннеля планируется в 2025 году. За это время в сооружении будет выполнена чистовая отделка, произведена укладка пути, электрификация, монтаж коммуникаций. В Сершевском районе в селе Томское подключили к водоснабжению новую скважину. Работы по бурению завершились в конце февраля. Необходимость в новой скважине возникла из-за того, что прежняя забилась песком. Вода была низкого качества и поступала с большими перебоями, сообщает пресс-служба администрации Сершевского района. Сейчас скважина глубиной 350 метров полностью готова к работе и подключена к водоснабжающей системе. Стоимость работ более 10 миллионов рублей. Это средства областного и местного бюджетов. А в Тындинском округе отремонтировали мост. Речь идет о дорожном сооружении для проезда через реку Нижняя Ларба, расположенном на 12-м километре автодороги Лопча-Чильчи. Как сообщает пресс-служба администрации Тындинского округа, мост был разрушен в мае 2021 года из-за весеннего паводка. Строительные работы завершились в марте 2022-го. Специалисты полностью возвели опору и два пролетных сооружения протяженностью 24 метра каждый. Таким образом, сейчас проезд через реку Нижняя Ларба к поселку Чильчи восстановлен. Между тем, на территории Тындинского округа 96 мостов. Из них 23 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Еще 32 сооружения в неудовлетворительном состоянии. В Зейском районе проверили общественные колодцы. О некачественном состоянии сооружений сообщили жители Березовки и Юбилейного. Во время проверки сооружений Березовки комиссия вынесла следующий вердикт. Нужно почистить колодцы от донных отложений, ила и попавшего мусора, а также провести замену сруба от деревянных сооружений. Обследование колодцев провели и в поселке Юбилейный. На территории этого населенного пункта 15 гидротехнических сооружений. Три из них ремонтировали в 2019 году. И это не все новости из Зейского района. В селе Октябрьский комиссия по делам несовершеннолетних провела рейдовые проверки по семьям, которые состоят на учете. Специалисты в рамках работы социального автобуса оценили условия проживания 20 несовершеннолетних подростков. Такие мероприятия направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений юных амурчан. Подобные рейды проводятся в образовательных учреждениях. Чтобы предупредить правонарушения и преступления несовершеннолетних, специалисты служб системы профилактики провели ознакомительные лекции для учащихся и их родителей. Во время беседы обсудили вопросы ответственности ребят за совершение противоправных действий, ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению школьников. А также поговорили о роли семьи в профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди подростков. А теперь перемещаемся в поселок Новобурейский. Там вандалы-автомобилисты испортили лыжню. Как сообщает пресс-служба Бурейского округа, такие случаи не единичны и происходят ежегодно. Автомобили нанесли спортивному объекту серьезный урон. Восстанавливать трассу приходится самим лыжникам. На этой территории ежедневно тренируются спортсмены и катаются любители. А незваные гости, проезжая по участку, оставляют после себя глубокую колею. Исправить техникой ее не получается. Приходится решать проблему силами юных спортсменов и их родителей, тренеров и просто любителей. Они выравнивают трассу лопатами. Надеемся, что отремонтированные в Преамурье дворы не пострадают от действий вандалов. Тем временем проект областной программы «Тысяча дворов» теперь можно увидеть на интерактивной карте. Она размещена на сайте Ситуационного центра по вопросам городской среды. На онлайн-площадке размещены все дворы-участники с указанием конкретных адресов в девяти муниципальных округах области. Пока специалисты Центра развития территории разработали и опубликовали 85 предварительных проектов. После составления конкурсной документации ситуация может измениться. Напомню, программа «Тысяча дворов» реализуется по инициативе заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. А теперь о природе. Амурские экологи установили и подключили камеру видеонаблюдения в гнезде аистов в Тамбовском районе. С 22 марта в интернете ведется открытая трансляция. Камеры в гнездах птиц амурские ученые устанавливают не первый год. Осенью трансляции прекращаются, а весной снова возобновляются. В этом году в Амурской области будут функционировать две онлайн-камеры. Одну в Тамбовском районе уже ввели в работу. В ближайшее время такое же устройство установят и подключат в Березовском заказнике. Так специалисты смогут фиксировать редкие кадры из жизни пернатых. По словам амурского биолога-охотоведа Антона Сасина, аисты уже вернулись после зимовки в родное гнездо. Сейчас занимаются ремонтом дома. И даже успели попасть в объектив видеокамеры. Приближение весны почувствовали и жители Октябрьского района. Их поздравили с окончанием зимы и организовали музыкальный концерт участники вокального ансамбля «Любава». Программа концерта была очень разнообразной. Артисты представили зрителям произведения, посвященные весне, любви, малой родине, а также залихватские казачьи песни. На этом программа завершена. Если и в вашем селе или городе происходят интересные события, делитесь и мы расскажем о них в эфире Амурского областного телевидения. Желаю вам всего доброго и пусть в ваш дом приходят только хорошие новости. До свидания.